И к другим темам. С наступлением Великого Поста все меняется в жизни верующего человека. Суета мирская на какое-то время отступает на второй план, и главным становится единое на потребу восстановление тесной связи с Богом и стремление жить Его заповедями. В этом помогает и сам богослужебный устав Церкви. В Святые Дни Поста он предлагает нам большое разнообразие особенных молитв и чинопоследований, настраивающих каждого человека на покаянный лад. Одной из таких особых служб является пассия, совершаемая лишь во время Святой Четыридесятницы. Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала, управляющего делами Украинской Православной Церкви. Митрополит Борисовский Барварской Антоний совершил первую Великопостную пассию в Академическом храме Киевской Духовной Академии и Семинарии. Пассия в переводе на русский язык означает «страдание». Чин пассии был введен в богослужебный устав Православной Церкви в XVII веке киевским митрополитом Святителем Петром Могилой. За весь период Великого Поста это богослужение совершается четыре раза по количеству евангелистов и по сложившейся традиции совершается либо за вечерним богослужением воскресного дня, либо по вечерам пятницы. Во время пассии вспоминаются последние дни земной жизни Христа Спасителя и в особенности предательства Спасителя Иудой, иудейским первосвященником и старейшинам, его страдания и крестная смерть. Песня «Сином и не ради Бог сыт, человек был, человек на грех ради умершего, животворящим телом и кровью Твоей оживил, и си тем же то лице любви Твоей, благодаря Иисусу, чего пьем Ти». Песня «Сином и не ради Бог сыт, человек был, и си тем же то лице любви Твоей, все очень напоследование пассии преследует главную цель – разбудить в сердцах молящихся чувство раскаяния и сожаления о содеянных грехах, память о часе смертном, когда каждому предстоит предстать перед страшным судом Господа Иисуса Христа и дать ответ о содеянных за всю жизнь грехах.